Субтитры подогнал «Симон» В этот торжественный день наш долг отдать дань памяти всем погибшим узникам концлагеря «Береза Картузская». Символично, что сегодня в день народного единения мы находимся на Березовской земле. Она многострадальная, как и вся наша Беларусь. Каждый период истории оставил здесь свой след. О событиях трехвековой давности напоминают руины Катезианского монастыря. Здесь достойна чтится память воинов Первой мировой войны, которые нашли в этом месте свой последний приют. Незаживающей раной, о которой невозможно говорить спокойно, является Бронная гора, где фашисты уничтожили более 55 тысяч человек, половину которых из них стали узники Брестского гетто. Есть еще одна трагическая страница «Березы». Это лагерь «Береза Картузская». Она располагается совсем рядом с местом, где мы находимся. И так называемых «Красных казармах». По примеру, нацистов 1934 года польские власти создали здесь фабрику смерти. Распорядок был устроен так, чтобы подавить волю заключенных, заставить их отказаться от своих взглядов. Узников постоянно избивали и унижали. Сегодня мы возвращаемся к тем событиям, чтобы еще и еще раз напомнить живущим и будущим поколениям о необходимости ценить мир и независимость на своей земле. Только понять память о прошлом позволяет не допустить повторения горьких уроков истории. По инициативе молодежных организаций, общественности, при поддержке республиканских органов управления, Министерства культуры, областных и районных исполнительных комитетов была проведена реконструкция, установленная в 50-х годах обелиска. Он был дополнен элементами тех честь, кто прошел через этот лагерь смерти только за то, что он был белорусом. Возрождение Возрождение Возрождения 초мdar Восстановления нашей страны прошли нелегко. Да, действительно, 18 лет сегодня Брестская область, Гродненская, часть Минской были под польским игом. 18 лет сегодня наши дети, тогда дети наши не могли учиться на родном языке. Наши жители не могли высказывать то, что они думают. Они должны были забыть нашу белорусскую мову. Но все равно история восторжествовала. И 17 сентября 1939 года войска освободили этот кусочек земли, и Беларусь воссоединилась со своими братьями-земляками.